Семена – это как жениться. Все это высылается вручную, все делается. Практически потенциал нашей гибели до 50. На земле работали мы с детства. Мы выращивали, руками работали, ковыряли с земли с самого детства. Свеклу пололи еще в колхозах, длинные, редкие, по 2 гектара. Еще мне было 6-7 лет, наверное. Это мы все видели, мы все знали. Этот труд, он для нас не был каким-то там заоблачным, фантастическим. Селекция – это прежде всего, это именно работа. Это именно кропотливая, каждодневная, на солнце, на поле физическая работа. Это селекция. Параллельно работаю в компании, занимался, учился в аспирантуре. В аспирантуре учился у, сейчас он заведующий кафедрой у нас в Кубанском аграрном университете, Гончаров Сергей Владимирович, профессор, занимающийся подсолнечником. Это мой научный руководитель. Мы, я получал в линии, беря за основу исходный материал иностранной селекции. То есть брал гибриды, самоопылял, получал в линии отцовские, материнские. Кое-чего он мне там помог с линиями, немножко дал мне там для первоначальных, первоначальная работа. Опять же, линии АБ-формы опылял гибридами иностранными. То есть по максимуму получал именно вот эту генетику, мировую, передовую, которая есть в мире. Мы находимся на участке Завагра, селекционном нашем участке, где мы занимаемся селекцией. Самоопылением, переопылением, получением новых гибридов, испытанием линий, изучаем совместимость линий для получения уже гибридов. Тут есть отцовские многокорзинчатые формы. На подсолнечнике используется в основном многокорзинчатость в отцовской линии. И стерильные материнские формы. Тут все это тоже, тут каждый ряд, это даже в ряду, тут по 3-4 линии. Также здесь технологии классические, сульфанилм очевидно устойчивые, и медозолиновые технологии. Тут больше 100, в районе 130-140 линий, различных линий подсолнечника. Наша работа начинается ранее весной. Берем семена с прошлого года. Все это высылается вручную, все делается, все делается в индивидуальной грядке. Потом ухаживаем за этими грядками, прополка идет, где надо обрабатываем гербицидами, удобряем. Потом у нас строго идет индивидуальный подход к каждому растению. Тут много, порядка тысяч линий, чтобы не переплились линии между собой. Изолируется все тоже вручную, все делается. Светение неравномерно. Светение где-то тут происходит порядка, наверное, длится 2 месяца. Вот каждый день надо выходить. Тратим, наверное, порядка 6-7 часов в день на опыление, а потом вручную. Получаем линии, как уже говорили, проверяем, скрещиваем и уже получаем осенью результаты. Все собираем тоже вручную, каждую корзинку индивидуально. Чтобы вывезти один гибрид, с этим требуется порядка от 7 до 10 лет. А сколько линий при этом бракуются? Бракуются, я говорю, тут порядка тысячи линий, процентов 60 бракуются. Собственно, земли у нас немного, порядка 15 гектар. Это вот, что вы видите, там, где мы в основном размножаем линии и ведем селекцию свою. Остальное у нас земля арендная, потому что для размножения подсолнечника требуется пространственная изоляция. А ее в условиях юга добиться очень трудно. Потом приходится арендовать земли с определенными условиями. Не везде это можно сделать, и поэтому очень много денежных средств также потребляется на эти нужды. Наш первый гибрид Куба, он также имеет заразихоустойчивость семи разом. Имеет засухоустойчивость очень хорошая, потенциал высокий урожайности. Он не склонен к полиганию. Очень хорошо в корзинке держатся семена, не высыпаются. Масло также у него за 50. Это наш первый гибрид, который у нас появился на рынке, который был зарегистрирован в госсорткомиссии Российской Федерации для использования на сельхозтоваропроизводстве. Наш новый гибрид по системе сульфа, трибинурон, под гибрицид трибинурон устойчивый. Но пока это не гомозиготный, гетерозиготный гибрид, пока устойчивый на 25 грамм. Трибинурон метила, тем не менее, гибрид тоже обладает засухоустойчивостью для юга страны. Он очень эффективный, мы у себя его проверили. Сейчас мы его передали в госсорткомиссию, он уже находится на испытании первый год. И уже будем его выводить на рынок. Уже в этом году есть его 40 гектар посевов, F1. То есть порядка где-то 4 тысяч уже посевных единиц будет вот этого гибрида на рынке в этом году. В чем особенность наша, вот именно как селекционная компания, находящаяся на самом юге нашей страны. Потому что вот он Краснодар 10 километров, здесь самые экстремальные температуры. Самая большая, высокая, низкая, у нас где-то порядка 250-300 миллиметров годовых осадков выпадает. И высокие очень температуры. Ранняя весна, тоже не всегда хорошая бывает. Но тем не менее, этим мы отличаемся от зарубежных компаний, которые проводят свою селекцию в основном в средиземноморском климате, где у них влага, умеренный климат. Мы здесь находимся, поэтому наша продукция, которая высевается на полях, в том числе Крым, Ставропольский край, Республики Кавказа, Ростовская область, Волгоградская, Воронежская, Саратов. Регион нашей работы это вся Россия. У нас начиная от Крыма, заканчивая Новосибирском, Алтай, Новосибирск. Везде мы продаем наши семена. Это не просто демонстрации, это уже товарные крупные посевы по Оренбуржью, по Саратову, по Самаре. Очень большие площади мы уже занимаем. Здесь на демонстрационном участке у нас представлены весь подсолнечник, который вообще существует, можно сказать. У нас здесь, вот сейчас мы стоим, это сульфанил, мочевина устойчивые. Дальше тоже идут у нас там классические. Есть подсолнечник по имидазолиновой системе, два гибрида. Это Мария и Титр, станица Новотитровская, Титр-гибрид. Он имидазолин плюс ранний, технология. Есть технологии крупноплодные. В принципе, еще такого, наверное, ни у кого нет. У нас есть гибрид крупноплодного подсолнечника под систему ИМИ, под систему Клеофил. Огромное, ну там было массовое присутствие на поле этого вредоносного паразита. Паразит, да, паразит. В польском краю есть вот хозяйство, которое вообще хотели от силоборота подсолнечника избавиться. Потому что те гибриды импортные, не жароустойчивые, не засухоустойчивые, которые предлагались на рынке, в том числе крупными компаниями, там и Пионерам, Сингентой и остальными, они просто не давали у них результат. То есть вот по прошлому году наша Валентина дала 15 у них, 18, а импортные дали 3-5 всего-навсего. То есть им это вообще, ну при такой урожайности, им невыгодно выращивать подсолнечник. Очень хорошо семена держатся в корзинке. Видите? Вот это очень технологично тоже, что семена, они не высыпаются. То есть гибрид, даже если где-то он попадает в какие-то условия, где-то перестоял, он не падает. Корневая система очень мощная. В этом тоже особенность вот именно нашей классической линейки. Гибрид нефть, новый гибрид из классической нашей линейки. У него такая вот выгнутая корзинка. Он, его особенность, также он жарозасухоустойчив. Были вопросы у нас крупных хозяйств по уборке. Хотелось, чтобы пораньше. Вот мы сделали более ранний гибрид, у него где-то 95-100 дней всего. Вот можно посмотреть, если у нас классические зеленые, еще зеленоватые стоят, то этот подсолнечник, он уже подходит к уборке. Буквально через две недели его можно будет уже убирать. То есть к концу августа он уже будет готов. В нашей классической линейке содержание масла в условиях более-менее хороших агроклиматических условий достигает 54%. То есть вот тоже прошлый, позапрошлый год были провалы на многих, опять же, в том числе и импортных гибридах. Было там у них и 40, 41, 42. У нас меньше 48 базиса никогда еще не было. 47, 48, а так 52, 54 масличность. Очень высокая. Для подсолнечника важен старт. Формирование плодовой почки на растении подсолнечника происходит в фазе трех пятилистей. Это совсем еще небольшое растение. И многие тоже скептически относящиеся к сельскому хозяйству или, может быть, новые в нем люди, они говорят о том, что зачем мы будем лить препараты на землю. Но на самом деле вы их льете не на землю, вы обеспечиваете старт для растений. Потому что если маленькое растение, как и животные, если оно не получает в самом начале своего развития, антогенеза, роста необходимых ему веществ, то потом уже это будет бесполезно. Если у него нет заложенного потенциала развитого, генетического, который есть в наших растениях, то потом это уже очень крайне сложно осуществить, сделать. Получить высокий результат. Урожайность наших гибридов, в том числе и нефти, по прошлому году здесь у нас на демонстрационных посевах, сейчас у нас крупные посевы есть демонстрационные, это вот компания Агрокомплекс имени Ткачева. У нас порядка, там, Илья, что у нас урожайность была? Ну, тут было порядка 40, даже больше, за 40 урожайность. Вот по классике, ну, в принципе, практически по всем. Потенциал нашей гибриды до 50 сантиметров. Гибрид Титр, имидазолин плюс, очень хороший гибрид, тонкая паренхема, влагоотдача сейчас для уборки ранней, 95 дней у него. Все, вегетация, период. Вегетация на подсолнечнике, еще раз просто для кого непонятно, это период и с момента появления семидолий на поле до биологической зрелости. Она наступает у подсолнечника в 20% влаги. То есть это уже полностью сформированный эндосперм, зародыш, оболочка, и ему останется до 8% высохнуть. Но этот подсолнечник очень хорошо отдает влагу и очень также технологичен. Крупноплодный гибрид, крупноплодный гибрид под систему Клеофилд. Название его? Эльбрус. Высокий на Кавказе, самый большой, самый высокий в Европе. Стратовулкан Эльбрус. Гордость Кавказа, известная во всем мире, поэтому такое название. Мы работаем на результат. Мы хотим, чтобы люди, покупая у нас семена, и приезжали на следующий год, говорили спасибо. Это залог нашего успеха. То, что мы сами зарабатываем, мы дальше вкладываем, вкладываем, как бы сказать, что у нас много денег остается нет. Постоянно придется все вкладывать в технику, в развитие, в оборудование. И также в труд человеческий, вручной. Это зав. зав. 40, построенный в этом году. Это он будет осуществлять у нас первичную приемку, первичную очистку с поля F1. Мы будем привозить, подрабатывать. Здесь у нас установлена машина Петкус. Машина Петкус 527. И эта продукция уже без очищенной от пыли и грязи будет поступать в склад для дальнейшей подработки семенного материала. Работать мы тут будем на бигбегах работаем. Это вот мы купили в этом году фотосепаратор тоже. Это очень хороший. Тайхо. Это один из лучших на рынке, который вообще существует. Дорогая вещь. Он порядка 6 миллионов. Только вот эта машинка стоит. В целом уже вложено порядка 50 миллионов. Это свои средства. Брат говорил там о кредитных. Никто нам там, ну такие временные кредиты, больших кредитов никто нам ничего не давал. Это тоже небольшой Петкус для раскалибровки. Будет пофракционной. То есть будет делаться первичная очистка, раскалибровка, фотосепаратор. Это вот есть компания Хайтек Агра. Это наш тоже компаньон. Компания-производитель. Она занимается, то есть мы им предоставляем свои родительские формы, семян подсолнечника, а они уже выращивают гибриды и занимаются их реализацией. Это вот гибрид Куба. Гибрид Куба. Вот это вот наш мешок. Это у нас Валентина. Завагра. Гибрид Валентина. Первая фракция. Каждый маленький мешочек – это начало новой линии, начало новых гибридов. Здесь хранятся специально утепленные полы, потолки, стены, чтобы ни мыши не залезли. Была температура хранения круглый год одинаковая. Мы здесь это все храним. Вот с таких пакетиков маленьких начинается селекция. Селекция подсолнечника вот с такого маленького пакетика получается линия. В дальнейшем и гибрид. Здесь вот их тысячи разных-разных линий. Планируем полторы тысячи посевов на следующий год участков гибридизации. Но если будет потребность рынка, и мы этого будем видеть, мы можем посеять и 3, и 5 тысяч. Тебе нужно жить с растениями, ты должен увидеть, как он себя чувствует. Я с утра выхожу каждый день, в 5 часов я хожу по полям, я смотрю, как себя чувствует линия, как себя чувствует растение. Если оно чем-то заболело, чем его обработать нужно, что ему подкормить, полить и так далее. То есть ты должен жить с этими растениями. Поэтому, опять же, касаясь вот даже той же локализации, где нас пытаются заставить в разных регионах страны иметь несколько участков, я не могу одновременно находиться на участке, скажем, здесь и на участке на Урале. Это будет совсем неадекватно для меня и невозможно по исполнению. Да, у нас есть участки, они есть по всей стране, демонстративные участки, демонстрационные, где мы отправляем наши готовые семена F1, и там их испытывают. В том числе, даже если взять наш гибрид Куба, в его испытаниях первые дни, это можно посмотреть на сайте госсорткомиссии по Липецкой зоне, у нее средняя урожайность была 44, там один год был 48 урожай на госсорткомиссии, участки, комиссии, это не я, у меня там даже не было, даже не знаю, где он находится, этот участок. То есть, вот такое прекрасно, великолепные показатели получают с наших гибридов. Поэтому мы находимся на рынке, если бы мы были неконкурентоспособны, естественно, мы же ничего не могли бы продать. Мы доказываем свою необходимость и свою рентабельность для хозяйств, которые с нами сотрудничают, именно со своими семенами. Тут пока семена, это как жениться, это человек покупает в мешке, но он потом весь год работает и получает потом урожай. Если у плохого семени, хорошего племени не будет. А по ценовой политике я очень сильно отличаюсь, в том числе и сейчас. Если прошлый год рынок семян был порядка, там импортных, порядка 25 доходило до 30, посевная единица, это вот 150 тысяч семян, которые засеваются на 2-2,5 гектара, в зависимости от густоты сева на гектар семян. У них стоило до 30 доходило, а у нас порядка 8-9 тысяч стоило. Сейчас вот 10 тысяч немножко производство поднялось в цене, там накладные расходы. Мы находимся, не пытаемся на таком переходном периоде как-то тоже обогатиться за счет сельхозтоваропроизводителей, потому что это наш совместный с ними хлеб. Если они получают урожай, результат, экономика у них, то, соответственно, и мы будем жить. Помогла ситуация с запрещением импорта. Теперь стало чуть полегче и развились, но мы уже доказали свою способность. Наши гибриды показали свою урожайность по всей России, от Крыма до Алтая. Теперь мы можем уже смело сказать, что мы можем даже, если вернется обратная ситуация, где разрешат импорт, мы уже крепко стоим на ногах и можем вполне конкурировать со всеми крупными компаниями. Субтитры создавал DimaTorzok